Кручее наступление, которым бодренько выхваляются на всех прозвластных каналах. Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, что в ответ на это последует закономерная обратка. Кто же от этого пострадает? Ну ладно, наплевать на людей с той и другой стороны. Наши олигархи сроду ничем подобным никогда не заморачивались, как гибель каких-то там людей. Вдобавок это же еще и плюс-то какой. Можно там на Майдане похоронить, очередной раз некрокульт поддержать, ненависть возбудить во всех этих упоротых кастрюлях. На Западе пропиарится, ай-яй-яй, негодяй, подлая Россия снова на нас напала очередной раз. Но на самом деле прощина проста и банальна, как хозяйственное мыло. Речь идет о отжиме у Ахметова, как Сахима, который там то уже загнулся, то законсервирован, то почти загнулся. То есть вопрос в том, что если загнется как Сахим, загнется практически весь Метинвест. Ради чего, собственно, все это и затевалось. Ну а сопутствующие жертвы, ну что поделать. Местный кастрюлеголовый Донецкий Бойко уверяет, что тут совпали интересы Порошенко и Путина, потому что Путину надо всунуть в нашу политику господина Медведчука, а для этого надо уговорить Ахметова на то, чтобы впустить Медведчука в упоблок. Но тут этот милый между собойчик Путина и Порошенко нарушил Трамп, позвонил и обстрелы прекратились. Не дал добро Трампа отжимать, продолжать у Ахметова как Сахим. Не повезло Пете. Силы растянуть. Надо же силы растянуть. Надо создать иллюзию у наступающих, что вот мы идем в последний решительный бой. Но не может же Петя объявить, так, ребята, вы пойдите там погибнете за то, чтобы я отобрал там у Ахметки как Сахим и отдал его там Кропачеву и Кононенко. Но за такое-то гибнуть дурачков-то мало. Надо же рассказать, что вот, вот сейчас мы полностью возьмем ЛНР, ДНР. Мы окончательно победим. Но если не получится, мы вас на Майдане покороем, плывыкача вам споем. Ну а как же, потому что уровень цинизма Порошенко переплюнул просто все, что мы вообще когда-то знали раньше и то, о чем даже там и вообразить не могли. Вот такой вот циничный Бандера. Господи, ну вот на что наплевать Пете, так это на какую-то катастрофу, которая не касается лично него. Вот на это ему вообще наплевает. Тут люди мрут от голода и холода пачками. Ему на это наплевать, он продолжает задирать цены на коммуналку. Вернее, это делает его шавка ВОВК, нелегитимный, возглавляющий нелегитимного у нас регулятора. Так о чем тут вообще говорить? Они тупо занимаются геноцидом простого населения, а тупо думают, что-то там погибнет за какой-то как Сахим. Вот проблема-то. А вы думаете, Трамп остановил это кровопролитие? Ну, наверное, в настоящее время Трампу полномасштабные боевые действия не нужны. По каким-то причинам. Может, считает, что не готов. Может, еще по каким-то причинам. Может, оно ему мешает замириться с Россией. А другая версия. Он решил поломать между собойчик Пети и Путина по внедрению Медведчука в АПО-блок и украинскую политику. Тоже вариант. Потому что там Манафорт, который отлично сечет во всех этих темах. В конце концов, это Шахметка привел Манафорта, хотя он потом и тусил больше с Левочкиным. Поэтому, я думаю, Трамп в курсе, по чем Биробиджанеру берует и кто кому Рабинович. Поэтому, почему он позвонил именно в такой момент внезапно, мы же этого не знаем. Нам-то простым смертным об этом никто ничего не рассказывает. Мы можем только констатировать, внезапно прекратились обстрелы практически. Вот внезапно. Почему этот обстрел и эскалация в Донбассе совпала с визитом Порошенко в Германию? Ну, у него в седьмой раз подряд совпадает эскалация с какими-то зарубежными визитами. Совпадение? Не думаю. Он регулярно так делает. Только он куда-то, он, черт его несет, тут же устраивает какую-нибудь заварушку на линии соприкосновения, чтобы говорить, какие подлые, агрессивные агрессоры, это мерзопакостные москали нападают на нас, бедненьких. Вот-вот захватят. А если бы не стена Яценюка, давно бы захватили. Пиаром занимается Галимишем, понятное дело. А что ему еще делать-то? Ну, надо крыли пиар. Ну, а на чем еще? А что, Петя на чем-то еще умел пиариться? Чем больше крови, тем лучше продаются конфетки. Вот еще одна выгода. Как вы считаете, чем закончится ситуация с этим обострением в Донбассе? Не имею ни малейшего понятия. Ни от нас, ни от Пети это не зависит. Это зависит от того, что там себе с нами решат Путин с Трампом. Мы-то тут при чем? И Петя тут при чем? Что ему скажут, то и будут делать. Сказали ему, Петя прекрати стрелять, он и прекратил. Дональд Трамп полностью стал президентом после инаугурации. Госсекретарем утвердили орденоносного Рекса Тилерсона. Которого наши тупорылые сволотовцы еще умудрились кидануть на какой-то там контракт. Как поведал нам товарищ Ставицкий. И как сложатся отношения у американского правящего класса с нынешним украинским? Ну какие отношения могут быть у больших белых людей с каким-то попуанским быдлом? Ну какие могут быть отношения? Ну решат что-то там делать с этой территорией и с этим быдлом. То и будут делать. Откуда я знаю, что они решат? Я думаю, что они пока не приняли окончательного решения, что делать с этой территорией и с этим населением. Пока что вменяемую публику, которая все еще каким-то чудом осталась на этой территории, активно пылесосят все, кому не лень. Он на днях знакомый мне рассказал, что только в Бауманке, в Москве уже около 50 наших аспирантов из КПИ и прочих заведений. Очень толковые дети, носом землю роют, очень стараются, очень умненькие. Это те, кто не смылся куда-то подальше. Это только в одной Москве, это только в одной Бауманке, это только 50 лучших технарей. Я уже молчу про все остальное. Сколько наших отпылесосили другие страны, страшно даже представить. То есть все, кто хоть что-то из себя представляет, просто отсюда смоются в течение ближайших нескольких лет. А уж быдло, которое останется, ну я не знаю, что с ним решат сделать. Наверное, загонят в какие-то концлагеря и будут они там что-то добывать, какие-нибудь полезные ископаемые или сельскоспродукцию выращивать. А куда они еще годятся? Умственно отстало это. Но все-таки у Обамы же были, у администрации Обамы были же какие-то отношения с украинским политикумом? Какие отношения? Точно такие же, как с животными подопытными. Это Сорос за каким-то, я не знаю, по каким-то соображениям решил разломать страну. Хоть и убогенькую, хоть и третьего-четвертого мира, но все-таки развивающуюся в своем темпе. Но зачем-то вот он ее решил разломать, угробить, ухайдокать. Зачем ему это было надо, понять сложно. Если Россия не возьмется за ум, она последует за нами. Сила любой страны в людях, в их умении создавать институциональные связи между собой. А в России с этим так же плохо, как и у нас. Если не будет никаких подвижек в этом направлении, то, сори, ситуация будет такой же. Развалить очень просто, как было показано. Путин не вечен, а с точки зрения перспектив ближайших, ну 10, ну 20 лет, а дальше что. Поэтому, я говорю, России тоже надо браться за ум и думать, что делать. Иметь такой геморрой, как разваленная Украина у себя на югах, это, мягко говоря, опасно. Поэтому я говорю, что это был довольно глупый выбор. То есть вот в краткосрочной перспективе, да, это было умно, Крым отжали, своим белоленточникам показали, к чему всякие прыганины приводят, рейтинг подняли. Но в долгосрочной перспективе иметь такой кровоточащий геморрой, это, конечно, было неправильно. То есть вы считаете, что Россия совершила... То есть Россия совершила крупнейшую стратегическую ошибку. Надо было прикармливать всякое быдло еще в больших объемах, чем делал Сорос. Я имею в виду всяких лещенков, наемов и прочую шваль, которую прикармливал Сорос. Если бы их прикармливала Россия, они бы гавкали за Россию. Им все равно, за кого гавкать. Лишь бы пайка была. Это сейчас видно. Только что они гавкали против Трампа, сейчас они гавкают за Трампа. Это просто проститутки. Но других, к сожалению, тут в большинстве своем не водится. Надо было, во-первых, иметь гавкучих проституток, во-вторых, выращивать лояльные элиты. Как этим, собственно говоря, и занимался дядюшка Сорос 25 лет подряд. Россия на это, мягко говоря, забила. А надо было этим заниматься. Как я уже неоднократно объясняла, наглосаксы, они такие, ребята. Русские считают украинцев младшими, убогими, но все-таки братьями. А наглосаксы и украинцев русских считают биомусором. Украинцев чуть...